До 17 июля Экспресс на сайте Фаворит Спорт. Шанс побороться за новенькую однокомнатную квартиру в столице и 18 других ценных призов. Всем новым пользователям ставка без риска при регистрации на сайте, либо по промокоду ВАТО. Все детали акции по ссылке в описании к видео. Субтитры сделал DimaTorzok Вот этот сайт, чат Рулетку. Сегодня только видел ваше последнее видео. Молодцы. Жгете, конечно, ВАТО вообще капитально. Спасибо за поддержку, за комплимент. Я хоть из России, но часто смотрю украинские каналы, интернет. И, честно говоря, грустно все из-за того, что так получилось. Вот, к сожалению, большинство населения в России не осталось мозгов. Да, их не было, я думаю. Ну, наверное, был какой-то период. Люди, которых съел. И они либо есть, либо их нет. Куда же? Они же не рассосутся просто так. Ну да. Ну да. Я вчера с одним из ваших граждан, так скажем, общался. Парень интересный достаточно. 20 лет в милиции отработал. Из Одессы он, по-моему. Вот, мы с ним часа два разговаривали. Вот, и я ему задал вопрос один. Вот хотел бы вам задать. Да, пожалуйста. Значит, вопрос такой. Вот у вас есть такие товарищи, Медведчук, которые, ну, там, скажем так, из обблока, которые бывшие, ну, регионалы, грубо говоря. Медведчук, это же кум Путина. Почему ваши, скажем так, политические деятели не хотят их, скажем так, взять за одно место? Ну, так, для этого нужны веские доказательства. Во-вторых, и тут есть сдерживающий фактор. Вот, допустим, ты живешь рядом с племенем людоедов. Ну, и они людоеды, они, конечно, время от времени, там, раньше нападали, да, там, что-то пару человек из твоего племени съели. Ну, потом ты их, там, отгородил колиями, там, туда-сюда. И, как бы, у этого племени есть, там, они шкуры добывают, там, то-сё. И вот есть человек, который понимает язык этого племени, и он с их вождем, там, на ты. А вам приходится уживаться с этим племенем, поскольку то племя на самом деле больше, а тебе приходится выкручиваться. И вот этот человек, этот медведчук, которого, собственно говоря, с одной стороны, а за что? Это должно быть действительно очень веские причины. Во-вторых, разорвать отношения в таком плане, всё равно приходится решать, понимаешь? Даже самыми последними такими убийцами, ну, у этих убийц есть ядерное оружие, всё, что хочешь. Кто его, знаешь, им завтра в голову стрельнет. Поэтому и вот такая политика. Война-то гибридная. Понимаешь, если была прямая война, что Россия... Ну да. Всё, мы воюем, у нас война. За три дня до Киева. А также же война из-под тяжка. Там где-то укусили, там укусили. И нам приходится... А у нас гибридная политика получается. Гибридная дипломатия. И каждый играет в этом свою какую-то роль. Не всё так просто. Мир, он не такой, не просто чёрное и белое. Он там и серое, и красно-буро-малиновое. И приходится договариваться со всеми. Для того, чтобы в стране выжить. Где-то там оттянули время, где-то что-то договорились. Минские соглашения какие-то, херовые минские соглашения. Но они берегут жизни украинских воинов. А там же был тоже, насколько помню, через Медведчука тоже договаривались о этих всех встречах. Все же понимают, что какие там ЛНР, ДНР. Фигурки на руках у Путина надеты. ЛНР и ДНР. В заднице у них по руке Путина торчит. Что они там договаривались? Да нет, ну слушай, там вообще полностью криминал на самом деле. Ну вот когда вот эта вся Байдан началась, война, да, вот после Майдана. Я же вот смотрел, посмотрел сначала наши каналы. А у меня, понимаешь, у меня есть, у меня вообще корни из Украины, да. И я часто приезжаю, есть город, есть такой. Там тебе один парень, по-моему, говорил. Ну, он напротив Мариуполя находится. И вот сейчас, вот я вот в прошлом году, например, приезжал, позапрошлом году приезжал. То есть показывают украинские каналы, бьет, ну, цифра, добивает, грубо говоря, через Погонровский залив. Вот. Ну и по интернету просто приставку андроидовскую купил. У вас там есть классный канал, ICTV. То есть вообще там, ну, по сути дела, правду говорят. Вот ОМТВ, этот интернет-канал очень классный. Вот. Но большинство, к сожалению, населения этого не смотрит. Да кому-то не интерес, кому-то не надо. А те, кто в 2014 году посмотрели российское телевидение, те, наверное, уже ничего не смотрят. Ну, ты знаешь. Я же знаю тебя. Ну, я имею в виду, твои блоги. Ну, да. Вот. К сожалению, Путин сделал такую, ну, как сказать, провел такую операцию по обыдлению основной массы населения России. Вот. Поэтому, всем, посмотрев сюжет про распятых мальчиков и так далее и тому подобное поехали убивать братский народ. Некогда бывший. Так что, даже не знаю, что ответить. Ну, грустно все. Грустно. Я это знаю, как бы, да. Но, я тебе, знаешь, что хочу сказать? Не все люди, ну, в России, которые, ну, скажем так, в основном, в крупных городах, да, не все поддерживают Путина, далеко не все. И с войной, с Крым нашим, наверное, да, многие поддерживают. Для меня вот Крым, я хотел, кстати, в Крым поехать, когда он еще украинский был. Ну, знаешь, секунду, я хочу просто ремарочку. Вот ты, когда говоришь, не полностью поддерживают Путина, тут же есть вариант какой. Ну, вот Путин, вот я его не поддерживаю. В чем? Что надо было этих хохлов додушить. Вот так вот он не поддерживает. Мягкий слишком Путин. Поэтому тут надо, надо понимать причину их недовольства. А виновата, в основном, пропаганда. Украинцы сто раз повторял, еще раз повторю. Украинцы должны понимать, то, что россиянин какой-то, или политик российский, не поддерживает Путина, это не значит, что он поддерживает Украину автоматически. Он такой же имперец, как и они все остальные. В большинстве своем, да. В большинстве своем, да. Ну, а с другой стороны, ты же понимаешь прекрасно, что, по сути дела, сейчас страной управляет кучка чекистов. Вот обычный человек, среднестатистический, да, выйду я сейчас на Красную площадь. Да, ну, как многие. Ты видел же, были там марш поддержки. Да, конечно, да, да. С листиками там выходили, да. по сути дела, ну, я получу дубинкой по башке, да, потеряю там здоровье, мне таких, понимаешь, нету массовой поддержки, нету массовой, то есть народ за зомби. Зомби. В основном зомби. То есть даже вот, ну, не то же сказать, там ватники, ну, просто зомби. То есть народ не понимает, люди не понимают вообще, что происходит в большинстве своем. Но в основном, в основном это поколение, которое смотрит ящики. Если включить российские каналы, да, первый канал там, Клоуна, да, там молодец, кстати, ваш этот, Валерий Арнаньев, у него, кстати, классный блог, Вильна Людина. Да, да, красавчик, молодец. Плюнул этому козлу, блин. Вот, но, и вот такие, и вот такой эфир весь, весь забит вот этим, дерьмом. Потом, короче, второй канал, там, короче, сериал какой-нибудь про чекистов, ментов идет, или про бандитов, ну, что, в принципе, одно и то же. Третий канал, такая же фигня, там, четвертый канал, такой же вата шоу, грубо говоря, там, какой-нибудь Норкин, там, тоже. Вот, ну, и дальше, грубо говоря, все, спорт, мундиаль, там, ну, сейчас спорт закончится. ну, подожди, а как ты хотел, чтобы вам, ну, если пропаганда, то она до конца. То есть, что-то раскушает. Раньше такого не было, понимаешь, не было раньше такого. сейчас надо успокоить. Они же не начнут рассказывать, ребятам, блин, такая фигня получилась. Мы вот в 2014 году думали, что будет, что прокатится этим Крымом, а сейчас вот фигня, реально все плохо. Приходится и пенсионный возраст повышать, чтобы бабло теперь как-то экономить. Ну, да. и налоги придется урезать, ну, там, наоборот, повысить, социальные выплаты урезать, то, все. Кто про это будет рассказывать? Понятно, что пропаганда шарашит, так как она шарашила в СССР. Все прекрасно, Америка нас не любит, мы молодцы. Все. Да, тут даже, тут ты прав, сто процентов. Нет, а те люди, которые вот за МКАДом живут, ну, я тебе вот могу сказать, Москва вообще откровенно, я многим говорил, то есть, даже тут, что тут даже, по телепу так особо не акцентируется, Москва вообще, в принципе, стала таким, так как ты правильно в некоторых передачах говоришь, возвращается свое историческое прошлое. Ну, потому что, если зайти в вооруженную палату, да, есть там шапки Мономаха, шапки всяких царей, да, вот они идут с арабской вязью, это, в принципе, не секрет, то есть, даже многие вообще не знают, я там открываю, вон, учебник, там, обществознание, там такая чушь вообще, вот мы вот еще в 90-е годы, кто учились, у нас еще были нормальные учебники по истории, там, то есть, сейчас, то есть, там уже на уровне, ну, зомбируют уже со школы, кругу говоря, то есть, люди здесь не знают историю, молодежь вообще никакая, с пустой головой растится, у меня вот сын сказал, короче, пап, я хочу в Польше поехать учиться, я говорю, давай, сейчас наймем преподавателя, нанял парня, короче, он, в польский язык, вырос в России, родился в России, вырос в Польше, живет в Берлине, он уже за 8 занятий пшикать начал, я вообще обалдел, я думаю, нормально все будет, образование никакое уже здесь, да, вот у вас институты, слушай, да я это все понимаю, что ты мне, ты скажи, что ты предлагаешь, ну, что делать дальше, просто мы, ты сейчас повторяешь то, что я знаю, сто раз стрима говорил, и, собственно говоря, я это все знаю, что ты предлагаешь вообще? Я предлагаю, ты знаешь, ну, вот твой канал, он хорош тем, что позволяет, ну, конечно, ни с кем, не со всеми получается, то есть, позволяет людям, хотя бы, как-то, наверное, задумываться, то есть, ну, наверное, как-то проводить дальше, как сказать, воспитательную работу российского населения. Не, российские, россияне не смотрят меня, я же говорю, по статистике, 7% только смотрят из России, но мне же YouTube полностью выводит, если ты думаешь, что я там, 7% только смотрю, сейчас, если получится, я тебе могу даже продемонстрировать, что это так и есть, сейчас открою аналитику на телефоне, так, аудитория, вот, пожалуйста, так, ну, тут никакой крамолы нету, вот, по моему каналу статистика, Украина, 74%, Россия, 6,7%, даже упала чуть-чуть, ну, да, грустно, эти видео, они для украинцев, понятно, то есть, если ты думаешь, что какой-то там ватник, опять же, это та же самая фигня, я тебе говорю, никто не хочет вспоминать о своих неудачах, зачем им этот вата-шоу с ним общаться, сюда приходят только либо по работе, какие-то ФСБшники, спецслужбы, которые, там, чтобы меня опорочить как-то, в таком плане, потому что куча трезвых сейчас завелось, либо люди, которые волнуются, действительно, там, о отношениях, ну, изменить ничего не могут, ясное дело, не в Украине, ну, в смысле, в России ничего изменить не могут, ну, вот интересуются, ну, иногда теперь намного реже попадаются люди открытые, которые не знают, кто я, с которыми можно пообщаться и выведать у них реально, как обстоят дела в России, на России, это у меня поправляются. Слушай, ты знаешь, я вот тоже перед этим сейчас, вот как раз к твоему вопросу, перед этим буквально с одним человеком разговаривал, он, по-моему, с Николаева, да, вот, я ему задал вопрос, вот, а, он мне, он мне сам, вернее, говорит, ты знаешь, у меня возникает такая, такая мысль такая, что война договорняковая, то есть, ну, сейчас объясню в чем, то есть, понятно, кто начал ее, это все с этим понятно, но ваше правительство не совсем хочет ли... я все же, слушай, я же все думал, куда же ты ведешь, родной мой. Нет, сейчас, смотри, да, да, я сейчас, давай скажу, подожди, я сейчас за тебя закончу. Договорняковая война и Порошенко такое же хуйло, как и Путин, и они все время только это устраивают специально, чтобы два братских народа поссорить. И нам нужно сейчас уже на правительство не обращать внимания, а народами срочно мириться. Нет, он этого не сказал. Вот он, вот он высказал такую вещь, что вот, вот, есть люди во власти, да, не рвется пукан, все, я понял, спасибо. у меня не рвется пукан, я тебе серьезно говорю. Нет, нет, я понял, просто я понял, просто я думаю, ты издалека начинал, знаешь, как я говорю, поцелуйте меня в спину. Да нет, я тебе серьезно говорю, я не говорю слова, всерьез, я тебе просто хотел тоже этот вопрос задать, если ты не хочешь на нее отвечать, нет, я с удовольствием, я же тебе ответил, я знаю просто, что дальше сказать. Нет, он... Когда вот так ты нос все время трешь, это говорит о том, что ты врешь. Ну, ребята, вы там как-то... Да, нет, ну, слушай, ну, нет, я не вру, я тебе на полный серьезно говорю. Вот он такое сказал, 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 как бы, я задал, перезадал тебе вопрос, то есть, ну, как бы, я хотел просто твое мнение узнать, у меня не было цели там, вопрос какой был, какой вопрос был, а какой вопрос был? Ну, веришь ли ты в этот заговор или нет? Я так понял, что не веришь. Нет, я, в принципе, тоже не верю. То есть, вот, ну, как бы, странно просто, как бы... Но и зрители, которые сейчас смотрят, вы должны задуматься об этом, задумайтесь. А вдруг есть... Ну, я тебе не соврал. Нет, нет, вопроса нет. Нет, я не соврал, мне просто странный был, ну, я вот услышал это, я понимаю, если бы я от россиянина или там с ДНР какой-нибудь услышал это. А я услышал с Николаева, как бы. Ужас какой. Николаев, кстати, говорят, очень ватный город. А, да? А вот другой парень перед тобой был, он с Ивана Франковска. Ну, вообще такой молодой, я ему говорю, слушай, ну, а как вообще у вас дела? То есть, мы начали разговаривать, вот, он говорит, да я как-то вообще, к этому, я вообще телевизор не смотрю. Я в Израиле... Совпадает. Точно, как ты перед этим рассказывал, что друзья твои, ну, собственно, они интересуются, да? Ну, люди вообще мало интересуются. И тут совпадает Ивана Франковская, точно, но один народ практически, да? То есть, и те не интересуются, и те... Да, один народ вообще, все совпадает вообще. Нет, нет, да нет, это понятно, просто разные люди попадаются, понимаешь? То есть, и он говорит, я вообще от политики, как бы, вообще, ну, мне она неинтересна. Он знает вас, там, ваши блоги знает, я смотрел, говорит, ну, я, вот у меня есть мама, я думаю, как денег заработать, и все. Я говорю, ну, сколько у вас зарплату? Это же важно, да, да, главное работать, конечно, надо, чтобы работа была. Ну, да, да, я патриот, я, у меня вот друзья... Ну, патриотизм, ваш на хлеб не намажешь, да, все верно. Да, ну, я вот хочу отсюда свалить, вот такая точка. Все уезжают, полукраина уехала за кордон, все верно, да. Нет, а вот еще я тебе сейчас хочу сказать, вот, вот, вот позавчера я тоже общался с одним парнем, он из Одессы, и вот он совершенно противоположный... Из Одессы именно. Он в Одессе, из Одессы эфир вел. Ну, не прикалывайся, я тебе просто правду говорю. И вот мы с ним два часа разговаривали... Попожись! Ну, я не... Слушай, ну, хороший прикал, серьезно. Он, он мне сказал, он отработал 20, он четко занимает такую же позицию, как вот, как ты, то есть, ну, я имею в виду, патриотическую, причем, когда я начал, задал ему вопрос, ну, вернее, поздоровался, здравствуй, не бородатый, иисусами такой, как я, Нет. Нет? Нет. Он, значит, он мне сразу такой отвечает, я ему говорю, как у вас дела? Он говорит, ну, хорошо дела, если бы вы на нас не напали. Я говорю, ну, я понимаю, я, то есть, по другую сторону нахожусь, но с этим поделать ничего не могу. И вот он мне, тоже, достаточно грамотно отвечал, ну, на некоторые вопросы, очень много узнал от него, он отработал 20 лет в полиции, в милиции, причем мы с ним ровесники, и потом, уже в полиции. Вот, и, собственно говоря, он такую вещь сказал, что мы тяжело, ну, да, война идет, но мы все равно, у нас жизнь потихонечку налаживается, и мы все равно будем идти в сторону Европы. То есть, он четко дал понять, то есть, что... Я сейчас прослушал, ты сказал, в милиции так же, как и ты проработал 20 лет? Нет, в милиции, он отработал в милиции, я просто, ну, что там этот, я в милиции не работаю. А ты где работаешь? Я инженером работаю, на умирающем заводе, скажем так. Я понял. Ну, я, ОТК. Вот, ну, тоже, и вот он мне говорит, что, конечно, вот, очень сильно повлияло, как он сказал, сейчас процитирую, после Одессы, вся, после, а после 2 мая, Одесса. Когда жгли, да, вот это обязательно, хорошо, хорошо, что ты упомянул это, да. После 2 мая, я все, я все, я понял, мы дойдем потом до, мы дойдем до того, как корова шла, плакала, и вытирала слезы языком, я же надеюсь, тоже. Да нет, он... все выдашь, подождем, все, не будем... Да нет, я одну фразу, одну фразу... извини, что перебил, ты же не зря заучил это все, давай. Да ничего не заучил, слушай. Ну, я не буду говорить, ну, я знаю, что ты эфир ведешь, ну, как бы... Так я не скрывал, конечно, веду, чужими. Ну, да. Ну, ты же для кого старайся, не для меня же ты стараешься. Да нет. Ты зрителей же ж. А, короче, одну фразу скажу, что он сказал. Одесса после 2 мая проснул... вернее, народ проснулся другим. вернее, Одесса на следующий день проснулась совершенно в другом, ну, как бы, в другой реальности. Так, а что поменялось в их мировосприятии? Он сказал, что люди увидели, чем может закончиться русский мир, как он сказал. то есть, что в Одессе могут произойти такие же события, как стали происходить в Донецкой области, ну, в Донецкой, Луганской областях. То есть, и это очень сильно сплотило украинцев. украинцев. Я тебе скажу сейчас по секрету, что, собственно говоря, события в Одессе, а действия на Донбассе, они уже позже гораздо, и не могли люди, не могли люди, что, ну, да, не могли люди 3 мая сказать, что будет, как происходит в Луганске и в Донецке. Луганск имел ввиду, он имел ввиду, наверное, Крым. Не уязочка вышла. Нет, он Крым, ну, скорее, Крым имел ввиду, потому что он... А в Крыму что происходило? Там же не было никаких боевых таких столкновений, что там? Ну, ты же знаешь, что были, я знаю. Какие были? Ну, захват, блокировка частей была. Ну, да, но несколько человек погибло, да. Это я знаю все. Нет, я тебе просто к тому говорю, то есть ты как бы... Так я тебе вопрос тебе задавал, я задал вопрос, что ты предлагаешь, ну, вообще, для решения. Ну, я не могу тебе ничего предложить, к сожалению. То есть, пока у власти стоят те люди, которые стоят здесь, я боюсь, что сложно будет. Понимаешь, у вас население все-таки более, скажем так, на меньшей территории находится, да, то есть, если взять, вот сравнивать Россию, да, и Украину, то Россия, если посмотреть на карту, да, это, Чили, по сути дела, то есть, ну, как узкая полоска, да, и оно все раскидано. То есть, чтобы какая-то движня произошла, да, это надо либо гиперинфляцию капитальную делать, да, ну, чтобы обеднел вообще народ, начал, то есть, как говорится, холодильник, победил телевизор, вот, ну, я не знаю, липкие, не знаю, репрессии проводить, ну, то есть, вообще, чтобы народ озверел, а тут, понимаешь, в Москве, например, всем, в принципе, более-менее нормально живется, учитывая то, что тут 5 населения уже России сконцентрировано, там же, уже китайцы заходят, ну, все, все за эти годы сочные, все сюда приехали, поэтому, а если, Москва даже не, ну, не встанет, то есть, то, большинство людей уезжает в Европу сейчас, я вот тоже хочу уехать, потому что, ну, это невозможно, ну, реально полицейское государство, что говорить, ты же об этом знаешь. Не, ну, правильно, надо выталкивать всех разумных и оставить только быдло, ним проще управлять. Но они так и уезжают. Все не уедут, все вот эти, которые бугуртят всякое там, колотят, эти все съедут, тогда будет проще остальным втирать вот эту всю пургу. Так, а что делать в Украине, как бы, надо что-то же менять там? Что украинцам делать, чтобы выстоять там, или, я не знаю. Ну, я думаю, что вам надо, вам надо все-таки реально, у вас единственный вариант, это заручаться поддержкой запада, конкретно. Так и так есть, есть, нас же Америка поддерживает там. Ну, да, джавелинов вам дали. Ну, Уже танки не попрут так, не должны, по крайней мере. Ну, я думаю, я не знаю, как бы, сложно, все сложно, понимаешь, потому что здесь образованных людей все меньше и меньше становится. Угу. Которые могут... Я же никогда не надеялся, я же сразу говорил, что у вас только голодный бунт может быть, поэтому... Ну, да. Но это же история показывает. Как раз вот 100-летний цикл заканчивается. Вот. То есть, я, честно говоря, не знаю. Ну, то, что Москва откровенно становится такой, кавказско-азиатской, да, то есть, на... Вот, если на улицу выйти, вот уже на детских площадках, вообще, вот в паранже ходят. Это факт. Это реально факт. Угу. То есть, поэтому... А что тут плохого? Ну, они же тоже граждане России, ну, и что, что паранже, что они какие-то прокаженные, что... Ну, понимаешь, я здесь родился... Вера у людей такая, ничего страшного. Нет, это понятно. Я здесь родился, вырос, да, я помню Москву, которая была в 90-е год, да, ну, при Савке еще, да, 2000-е годы, да, но такой концентрации народов, понимаешь, они не только россияне, тут же очень много, из Таджикистана, из Узбекистана, из Киргизстана, они все приехали. Знаешь, есть же такая теория, да, когда, грубо говоря, на практике, когда у тебя, есть митрополия и колонии, да, если у тебя империя разваливается, то жители бывших колоний стремятся в митрополию, ну, в бывшую митрополию. Кстати, это такое же Англия переживает, там даже индусов очень много, да, вот, и все, по сути дела, в Советский Союз это же такая же империя была, по сути дела, и вот эти все, так, потому что там вообще баи, ну, в Туркменистане, ты же, наверное, слышал, да, видел, что происходит, там же, как по образу Нью-Суэлла идет, идут они. Думаешь, что вроде же нормально они там все чувствовали. В Туркмении? Ну, там же, там же, турменский газ, все нормально там. А он их уже не спасает, потому что пятимиллионное население Туркмени, меня были знакомы из Туркмении, но еще в советского времени, я там просто примерно представляю, как это не таджики или там киргизы, они, они набрали просто кредитов там у китайцев, там труппроводы, проложили, но экономика-то уже не та, то есть, она не сырьевая, я даже не знаю, там, покупают уже Газпром-то Газтунг, или, вот, но тем не менее, этого это не спасает. Слушай, а ты упомянул, что собираешься куда-то уезжать, ну, хочешь уехать, куда, в какую страну? Ну, вообще, я хотел, хотел в какую-то страну еврозоны посмотреть, но я не то, что я хочу... А что там смотреть? Нет, ну, как посмотреть? Я, во-первых, не был в Европе, то есть, у меня получалось так, что я ездил либо в арабские какие-то страны, или в азиатские, вот в Европу я еще не ездил, да? Вот, хочу посмотреть больше... Подожди, ты сказал, что хочешь уезжать, а теперь говоришь, что просто поехать посмотреть. Ну, для начала хочу поехать посмотреть, вот, а сын, вот, изъявил желание, той же там, посмотрел всякие... Я же, типа, по-моему, говорил, то есть, я же польского преподавателя нанял, он хочет получать образование в Польше, вот. Но я хочу просто съесть посмотреть, если ему понравится, если он скажет, да, то, соответственно, нацеливать уже на это. Ну, понимаешь, здесь 300-бальная Чечня везде уже, то есть, здесь же уже бесплатного образования нету, а то, которое платное, там, только либо дети чиновников, либо готовь 10 тысяч баксов, там, грубо говоря, там, или там 20, но за эти деньги можно совершенно... Польша же развивается достаточно динамично. Они же... Ну, они молодцы, поляки. Ну, да. Но с кем, на самом деле, с кем не рассказал? Ладно, я тебе удачи желаю. Хорошо, спасибо, и тебе удачи. На твой вопрос, к сожалению, у меня нет ответа, к сожалению, что делать. Ну, я думаю, надо держаться нам, да, как бы... Ну, от вас оккупантов подальше все-таки, да? Ну, я тебе еще раз повторяю. Рвать отношения вот эти, вот эту всю дипломатию с вами. Я думаю, что все-таки нам нужно ров с крокодилами, стену, и все. Наверное, да. Наверное, да. Точно, да. Все, давай, удачи, счастливо. Давай, пока. Аж подвис, бедный. У него было такое сейчас выражение, блин, что вот это я 40 минут рассказывал, рассказывал, что нам надо дружить, у вас там продажное руководство в Украине, а тут ты все-таки делаешь такой вывод под конец, последнюю точку, что надо рвать отношения. Вы видели сейчас это лицо? Вот эти вот три секунды замешательства, это было, это было прекрасно. Как дети.